существует старая поговорка скажи кто твой друг я скажу кто ты согласен с ней ты знаешь по правде говоря очень часто именно так и бывает наши друзья отражают наши интересы и то кем мы являемся но значит ли что это всегда так нет для того чтобы убедиться в этом я хочу предложить тебе посмотреть на пример иисуса в окружении иисуса были самые разные люди с различными дурными привычками с разным уровнем воспитания из разных слоев общества однако есть одна личность которую очень сильно контрастировала с теми кто окружал христа это был иуда библия говорит о нем как о человеке который был вором сказал же он это не потому что заботился о нищих но потому что был вор он имел при себе денежный ящик и носил что туда опускали в ангелии от иоанна 12 глава 6 стих близком окружении иисуса был вор но еще мы знаем что он также был и предателем вспомните историю когда иуда предал иисуса за какие-то жалкие 30 серебряников за эти деньги приобретали раба неужели христос ошибся в выборе своего ученика если в близком окружении христа был вор значит ли это что и христос такой же конечно же христос не ошибся в своем выборе он знал почему отец допустил быть такому человеку его окружении и присутствие иуды в близком окружении христа не означает что он был таким же христос был совершенным и это одна из причин почему он смог спасти и спасает людей не всегда те люди которые находятся в нашем близком окружении свидетельствуют о том кто мы есть поэтому хочу предложить тебе несколько практических было первое каждый раз когда тебе хочется осудить человека только потому что в его близком окружении с человек сомнительной репутацией не спеши этого делать близком окружении христа был вор и предатель второе бог допускает в твою жизнь таких людей не случайно они часть истории твоей жизни поэтому всегда задавайся вопросом какое место может занимать такой человек в моей жизни и третьим хочу оставить тебе вопрос для размышления кем являешься ты в близком окружении твоих друзей